Связь как воздух. Пока она есть, мы ее не замечаем. Так шутят про свою работу связисты Ростелекома в Республике Коми. Они не понаслышке знают, каково обеспечивать связь в условиях севера, когда приходится работать при минус 30 градусах и на доедливом гнусе. Такой режим необходим для бесперебойного обеспечения жителей Республики Коми, Архангельской области и Ненинского округа с красным интернетом, качественной связью и цифровым телевидением. О том, как ликвидировать телекоммуникационные аварии в Коми-филиале Ростелекома журналистам, северо-запада рассказали на специальном пресс-туре. Непростая связь на севере. Репортаж Валентина Чибичек. На пересечении двух населенных пунктов Ясных и Нювчим при проведении земельных работ эскаватор повредил оптоволоконный кабель. Несколько населенных пунктов остались без интернета и связи. Такого рода аварии на территории Коми случаются нередко. Коммуникационные кабели тянутся по всей территории республики, обеспечивая связью даже самые отдаленные поселения. На ликвидацию ЧП выезжает аварийно-восстановительная бригада, которой еще предстоит определить, в каком месте порван кабель. В этот раз искать место повреждения не пришлось. Учения проводились на подготовительном участке. Уже через полчаса после объявления аварии выехали две машины. На борту – группа специалистов из 4-5 человек и необходимое оборудование – от лопаты до аппарата для спайки оптоволокна. От обстоятельств, во-первых, от самого кабеля, ну в среднем где-то 10 часов. Это полностью с момента объявления аварии. То есть в эти 10 часов входит измерение, обнаружение самого обрыва, подготовка кабеля, раскопка его на, ну и, соответственно, сварка его на. Монтажом занимаются кабельщики-спайщики 7-го и 8-го разрядов – самые высокие категории в должностной квалификации. Ростелеком обучает своих сотрудников на курсах Волокде, Архангельске и Самаре. Высокая квалификация позволяет выполнять тонкую и точную работу. Диаметр стеклянных трубок, которые находятся внутри кабеля и отвечают за передачу информации, составляет тысячные доли миллиметра. Вот эти сами волокна уже. Они еще покрыты защитным лаком. Воссоединение разорванных стеклянных трубочек – главный этап монтажных работ. Спайка проводится на японском оборудовании прямо в полевых условиях. Спаянные трубки в оболочке помещают в муфту – специальный чехол для защиты кабеля от повреждений. Отремонтированный кабель закапывают на глубину более метра. Так связисты пытаются предотвратить его повреждения. Тем не менее, дорожники каждый год снова и снова наступают на одни и те же грабли. Могут случайно, могут по согласованию, могут по каким-то причинам проводить работу техникой и повредить кабель. В этом плане проводится с ними сейчас работа, предупреждения выписываются. Ставится в известность о том, что на участках дорог лежат кабели, сверка ежегодная проводится. Быть готовым к любым ситуациям стремятся в каждом из 19 аварийно-восстановительных участков. Они расположены в тех районах республики, где проходят оптоволоконные кабели. Если авария серьёзная, к работам подключаются государственные службы. Так случилось в 2012 году в Усть-Целёмском районе в 23 километрах от села Окунев-Нос. Во время осеннего ледохода торосы порвали магистральный кабель, обеспечивающий связью Ненецкий округ. Благодаря подключению авиации и МЧС, связистам удалось восстановить оборванную линию передач на две недели раньше. У нас в каждом линейно-техническом участке есть инспектор по охранно-предупредительной работе, который занимается тем, что осуществляет объезд не реже, чем один раз в месяц закреплённых за ним участков кабеля, знает, где у него возможны подмывы этого кабеля, следит за тем, чтобы не проводились несанкционированные раскопки, и, соответственно, приводит соответствующие беседы со всеми организациями. Сегодня техническим обеспечением оптических линий связи в КОМИ-филиале Ростелекома занимаются 850 человек. Благодаря им каждый житель Республики КОМИ, Архангельской области и Ненецкого округа имеет доступ к скоростному интернету, качественной связи и цифровому телевидению.